Продолжение следует... Так и население в целом. Однако в современной ситуации, когда предотвратить дальнейшее глобальное распространение новой коронавирусной инфекции возможно только с помощью вакцинации, эти проблемы приобрели особую актуальность. Прежде всего потому, что вакцинация проходит в условиях продолжающейся эпидемии. Применяемые вакцины являются совершенно новыми препаратами, разработанными в течение предшествующего года. И пока профиль их безопасности при проведении массовой иммунизации не изучен, а иммунологические критерии защищенности, а также эффективности вакцины пока не определены. Вакцины разработаны на разных платформах и производятся разными производителями. И пока неизвестно также влияние на безопасность и эффективность вакцин, различных нарушений температурных условий их хранения и транспортирования. Тем более, что эти условия не одинаковые для разных вакцин против COVID-19. В связи с тем, что целевой группой для иммунизации является взрослое население, а не дети, как мы привыкли при рутинной системе иммунизации. В связи с этим приобрела актуальность проблема подготовки медицинских работников, задействованных в кампании вакцинации против COVID. И поскольку используемые вакцины до конца еще не изучены, необходимо организовать чувствительный и действенный надзор за всеми побочными проявлениями после иммунизации, а не только за серьезными постфакцинальными осложнениями, которые у нас мониторируются в рутинном порядке. Что касается оценки эпидемиологической эффективности, то решение этой задачи также не является простым и во многом определяется особенностью эпидемиологической ситуации. Практически все иллюстрации к данной презентации были взяты из публикации средств массовой информации, что свидетельствует о том, что обсуждаемые проблемы являются ненадуманными, абсолютно реальными и увиденными непредставителями надзорных или контролирующих органов, а глазами обычных репортеров и корреспондентов. Так, обеспечение безопасности иммунизации против COVID-19 в условиях распространения этой инфекции выдвигает на первый план задачу профилактики инфицирования коронавирусом людей, пришедших на вакцинацию, медицинскую организацию или на временный прививочный пункт. И, к сожалению, масочный режим и социальное дистанцирование соблюдаются далеко не всегда, что показано на данных фотографиях, сделанных в разных медицинских учреждениях разных регионов страны. Вы видите большие группы людей, которые не соблюдают социальную дистанцию, не обеспечены масками, не одели их и общаются довольно тесно друг с другом. В этих условиях велика вероятность внутрибольничного, вернее, внутриполиклинического инфицирования возбудителем COVID-19. В то же время без особых затрат и только с помощью чисто организационных мер можно выполнить правила инфекционной безопасности и в поликлинике, как показано на верхнем слайде, и даже в условиях выездной вакцинации, например, в торговом центре. Вы видите на данных фотографиях, как организована вакцинация в ЦУМе. Вернее, в ГУМе, извините. Исходя из стандартных протоколов исследования новых вакцин, все отечественные вакцины против COVID-19 проходят 4 стадии испытаний. И четвертая стадия – это та стадия, которая практически проходят сейчас все разработанные в России вакцины. Четвертая стадия – стадия пострегистрационной оценки, на которой выявляются редкие побочные проявления, а также побочные проявления, характерные для отдельных групп населения, например, лиц той или иной хронической патологии, или побочные проявления, которые могут возникать при одновременном применении вакцин и других лекарственных средств, в том числе других иммунобиологических препаратов. Таким образом, мы сейчас с вами находимся на очень важной четвертой стадии пострегистрационной оценки вакцин против COVID-19, когда очень важно организовать надзор за всеми побочными проявлениями после иммунизации. Вакцины новые, мы не все еще знаем о них, и эти знания как раз накапливаются на этапе пострегистрационных исследований. Результаты наблюдений в пострегистрационный период позволят уточнить противопоказания, список вероятных побочных проявлений и разработать меры их профилактики. В последующем эта информация будет включена в инструкцию к вакцину, поэтому задзор за побочными проявлениями после иммунизации должен осуществляться в полном объеме, а его результаты качественно документироваться. На данном слайде вы видите терминологию оценки частоты побочных проявлений после иммунизации. В соответствии с этой терминологией в инструкциях к вакцину должны быть описаны все зарегистрированные в ходе исследования побочные проявления с соответствующим указанием их частоты. Однако в отношении новых вакцин против COVID-19 в полной мере описать эти количественные параметры пока не представляются возможным, хотя, конечно, потребность в них очень велика, и прежде всего в отношении запросов от медицинских работников и от населения в отношении вероятности наступления тех или иных неблагоприятных проявлений после иммунизации. Особенно на фоне периодических сообщений в средствах массовой информации о реактогенности, об осложнениях после введения импортных вакцин от применения вакцин за рубежом. Результаты наблюдений в пострегистрационном периоде позволят обогатить нам наше знание об вакцинопрофилактике COVID-19. Но для оценки иммунологических критерий эффективности вакцин должны быть уточнены как сроки появления, так и виды антител, которые обеспечивают защищенность от заражения и развитие инфекции COVID-19. В настоящее время разработаны порядка 150 тест-систем для выявления антител, причем как качественного, так и количественного их определения. И такое разнообразие затрудняет стандартизацию и сопоставление результатов, в том числе расчет условно-защитного уровня антител. Вы, конечно, как и все медицинские работники, сталкивались с вопросами от населения, что означают те или иные количества антител, которые выдают лаборатории при исследовании крови пациентам. Но, к сожалению, мы не всегда можем знать ответ на этот вопрос, поскольку условно-защитный уровень антител для COVID-19 пока еще – это предмет изучения, и его еще предстоит установить. Не менее важным представляется оценка факторов клеточного иммунитета, которые, конечно же, невозможно проводить массово, в рутинном порядке. Однако на стадии изучения вакцин такие исследования, безусловно, необходимы. Согласно расчетам эпидемиологов, для прерывания эпидемического процесса распространения COVID-19 необходимо обеспечить не менее чем 60-70% иммунную прослойку среди населения. И с учетом двудозной схемы вакцинации в масштабах страны потребуются десятки миллионов доз вакцины. Очевидно, что производство в таких объемах на одном предприятии не представляется возможным. Уже сейчас вакцины, например, гамм-ковид-2, производятся на шести предприятиях в разных регионах страны – в Московской, Владимирской областях, в Санкт-Петербурге, а также в Республике Башкортостан. Вакцины выпускаются в разной форме – жидкой или афилизированной, а также в разной расфасовке. Необходимо сравнительное изучение профиля безопасности вакцин в разных формах выпуска и вакцин разных производителей. Аналогичное исследование потребуется в отношении вакцин, произведенных по нашей технологии, например, вакцины «Спутник Ви», но производство, если оно будет размещено за рубежом. Поскольку на примере других вакцин доказано, что нарушение температурного режима хранения и транспортирования влечет за собой повышение реактогенных и снижение иммуногенных свойств вакцины, очевидно, что те же самые закономерности будут наблюдаться и в отношении вакцин против COVID-19. При этом вакцину, например, гамм-COVID-VAC, нужно хранить при температуре не выше минус 18. И это создаёт значительные трудности при организации логистики данной вакцины. А два других препарата – эпивак, корону и ковивак, хотя и требуют условий обычной, рутинной, привычной нам холодовой цепи плюс 2, плюс 8 градусов, но эти вакцины разрушаются при замораживании, то есть экспозиция при температуре ниже 2 градусов может привести к потере иммуногенных свойств этих вакцин и снижению их эффективности. Эти вакцины ни в коем случае нельзя замораживать. Замораживание необратимо их повреждает, и снижение эффективности этих вакцин может быть обусловлено в том числе и несоблюдением на каком-либо этапе транспортирования или хранения препарата холодовой цепи. А вы прекрасно знаете, что заморозят вакцины можно даже в условиях обычного холодильника, если он отрегулирован неправильно, или если препараты хранятся в зонах, где температура в холодильнике может снижаться ниже 0 градусов. Кроме того, вакцины можно заморозить и при транспортировании в термоконтейнеры, если, например, коробки с вакциной привести в соприкосновение с замороженными хладоэлементами. Эти ошибки очень часто, к сожалению, допускаются и при проведении рутинной иммунизации. А при проведении вакцинации против COVID-19 они могут обусловить различные вакцинальные неудачи и сниженную эффективность вакцин при массовом их применении. Особый режим хранения и транспортирования вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК потребовал разработки новых нормативных документов. И в конце 2020 года руководителем Роспотребнадзора были утверждены санитарно-эпидемиологические правила, в которых рекламентированы условия применения в качестве хладоагента сухого льда. Вы знаете, что сухой лед не безобидный препарат. И если его использовать неправильно, это может привести к нарушению состояния здоровья людей, которые работают с сухим льдом, и даже к летальным случаям. Необходимость использования сухого льда привела к многократному увеличению массы контейнеров с вакциной и добавила трудностей к организации поставок препаратов, особенно в отдаленные районы. На этих фотографиях вы видите, какие тяжелые объемные контейнеры с вакциной из-за того, что в качестве хладоагента в них применяется сухой лед, который сам по себе имеет очень большую удельную массу. Возникла и проблема контроля температурного режима. Электронные средства контроля должны были быть запрограммированы на температуру минус 18 и ниже. Вы знаете прекрасно, что те обычные средства контроля, применяемые при рутинной иммунизации, работают и фиксируют нарушение, как нарушение выхода за пределы температурного интервала плюс 2, плюс 8 градусов. Здесь же все средства контроля, электронные средства контроля должны были быть перепрограммированы на температуру минус 18 градусов и ниже, что потребовало значительных технических усилий и затрат средств на приобретение новых средств контроля. При этом скрытие контейнеров с вакциной и проверка показаний термоиндикаторов или терморегистраторов должно было осуществляться в условиях морозильной камеры при температуре не выше минус 18, что, естественно, было невозможно в условиях медицинских организаций и приводило к массовым нарушениям температурованного режима хранения вакцины, прежде всего, к нарушению инструкции к препарату, а также закон об обращении лекарственных средств, в котором регламентировано строгое соблюдение инструкции к лекарственному средству. И это происходило до тех пор, как производители вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК не приняли изменения в инструкции о возможности пребывания препарата при температуре выше минус 18 градусов. Для внедрения правил обращения с новой вакциной Министерство здравоохранения разработало типовую стандартную процедуру, в которой сказано об обязательной фиксации фото- или кинокамеры степени окрашивания контрольного элемента термоиндикатора. И это вызывает недоумение у медицинских работников, реализующих этот усоп, поскольку окрашивание происходит лишь на некоторых моделях электронного термоиндикатора, а использование химических термоиндикаторов не допускается из-за высокой погрешности и неоднозначности их показаний. Исключение составляют термоиндикаторы на флаконы. Поэтому при внедрении этой стандартной операционной процедуры обязательно на месте, в медицинском учреждении или на фармскладе нужно учитывать, какие именно средства контроля применяются. И именно для этих средств контроля, именно для этих алгоритмов считывания показаний составлять эту стандартную операционную процедуру. В противном случае она просто не будет работать, и не будет выполняться. Вопросы вызывают и другие пункты типовой стандартной операционной процедуры, которая как будто разработана не для медицинских организаций, а для фармацевтических складов, оптовой торговли фармпрепаратами. Например, в пункте 4.5.8, в котором речь идет о загрузке термоконтейнера, не упоминается о необходимости соблюдать инструкцию по загрузке термоконтейнера. И на прилагаемых к инструкции фотографиях вместо многоразового термоконтейнера изображена транспортная упаковка, которая не должна использоваться многократно. А в пункте 4.6.4 допускается использование кондиционированных, то есть частично размороженных ладоэлементов, хотя, как мы знаем с вами, вакцина ГАМ-КОВИД-2 должна транспортироваться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. И использование частично размороженных ладоэлементов никак не может способствовать выполнению этого строгого условия, регламентированных в инструкции к препарату. Кроме того, по клипам, которые мы видим в средствах массовой информации, мы видим, что на уровне медицинских организаций применяются не сертифицированные термоконтейнеры. Например, в одном из регионов, как было показано по центральному телевидению, медицинский работник упаковывает вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК в мягкий термоконтейнер, который не зарегистрированный как медицинские изделия, который не выдерживает нужный температурный режим и тем более режим глубокого замораживания, который необходим для вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, чтобы термоконтейнеры были зарегистрированы и их надежность была подтверждена соответствующими испытаниями, проведенными производителем вакцины. Неоднозначность стандартной операционной процедуры приводит к тому, что даже на таких явно постановочных фото мы видим отсутствие контрольных карточек термоиндикатора. Вы видите, их нет при загрузке термоконтейнера. Отсутствие упаковочного материала для заполнения пустот, хладоэлемент с инем на поверхности, неправильную закладку термоиндикатора. Вот вы видите, как она заложена на дно контейнера. И другие нарушения. Еще раз обращаю ваше внимание, что от правильного соблюдения условий, температурных условий хранения и транспортирования вакцин против COVID-19 зависит их эффективность. Например, если такой неразмороженный частично хладоэлемент положить в упаковку, в термоконтейнер с вакциной Epivac Corona или Covivac, вакцина может заморозиться. Ведь на поверхности такого замороженного хладоэлемента температура достигает минус 15-20 градусов. И если привести в соприкосновение вакцину с таким замороженным хладоэлементом, вакцина может полностью инактивироваться. И ее иммуногенные свойства будут инактивированы, сведены к минимуму. Что в последующем обеспечит эпидемиологическую неэффективность этой вакцины. И люди будут исследовать титры антител после прививки. И антител у них не будет только потому, что не соблюдались температурные условия транспортировки вакцины. Особые условия хранения вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК потребовали от медицинских организаций срочной закупки специального морозильного оборудования. Поскольку бытовые морозильники, которые ранее использовались для замораживания хладоэлементов, и которые ранее были приобретены медицинскими организациями, эти морозильники не обеспечивают температурный режим ниже минус 12 градусов. Поэтому для хранения ГАМ-КОВИД-ВАК нужны были специальные морозильники глубокой заморозки. Что, естественно, не могло быть... Медицинские организации не могли срочно обеспечить закупки этих препаратов в связи со сложностью организации процедуры, тендеров и так далее. Да и отечественная промышленность, выпускающая морозильники, такой глубокой заморозки, наверное, с такими объемами закупок производства, вернее, этих морозильников сразу не могла справиться. Поэтому, конечно же, возникли сложности с обеспечением оборудования, логистики вакцины против COVID-19. Ситуация с организацией вакцинации против COVID-19, как лакмусовая бумажка, высветила проблемы организации холодовой цепи в некоторых ЛПУ. И на фотографиях в средствах массовой информации можно было увидеть, что новая вакцина хранится в морозильнике, а температура в этом морозильнике минус 2 градуса. Не минус 18, а минус 2. Мы могли увидеть на этих фотографиях, что вакцина хранится в морозильнике, и контроль температуры в морозильнике осуществляется с помощью обычного жидкостного термометра, в то время как использование подобных средств контроля не допускается действующими санитарно-эпидемиологическими правилами уже с 2016 года. Таким образом, просматриваются и погрешности в организации контроля условий хранения вакцины в медицинских организациях. Проблемой оказалось и размораживание вакцины. Ведь по инструкции размороженную вакцину гамм-ковид-вак многодозных флаконов нужно размораживать в течение не более двух часов, а повторное замораживание не допускается. Это вынудило медицинских работников в целях снижения потери максимального использования вакцины формировать группы пациентов, накапливать желающих вакцинироваться, что, конечно же, тоже не способствовало увеличению темпов вакцинации. Вот здесь вы видите, как упаковки с вакциной выложены на рабочие столики, и вакцина размораживается. Поскольку вакцинация проводится на базе медицинских организаций, обслуживающих взрослые населения, где рутинная вакцинация осуществляется, как правило, в обычное время небольших объемов, и вакцины используются в однодозной расфасовке, особая актуальность приобрела подготовка медицинских сестер-вакцинаторов для проведения вот этой кампании иммунизации против COVID-19. И не все оказались знакомы с правилами безопасного использования, в частности, многодозных флаконов с вакциной, регламентированными санитарно-эпидемиологическими правилами обеспечения безопасности иммунизации. В частности, некоторые медицинские сестры оставляли иглу в крышке флакона и очередную дозу вакцины набирали через эту оставленную в крышке флакона иглу. В этой ситуации создается угроза контаминации содержимого, то есть контаминации вакцины, и это чревато инфекционно-токсическими осложнениями у людей, которые получают последующие дозы из этого вскрытого флакона с вакциной. Ошибочной практикой, к сожалению, закрепленной в стандартной операционной процедуре является также удаление воздуха из шприца вместе с небольшим количеством вакцины. Не в стерильно-ватный тампон или шарик, а в воздух. И такая практика может привести к формированию аллергизирующего аэрозоля из вакцины и загрязнению вакцинным вирусом, векторно-вакцинным вирусом поверхности в прививочном кабинете. Поэтому, если проводится такая процедура, вакцина воздуха из шприца должны выпускаться в стерильный шарик, но никак не в воздух, в окружающую среду. О том, что нельзя одевать колпачок на иглу для инъекции, знают все медицинские сестры. Но выполняют это правило при проведении вакцинации далеко не все, подвергая себя риску получения микротрам и заражения гемоконтактными инфекциями. Вот вы видите, как медицинская сестра набрала шприц, дозу вакцины и надевает повторно колпачок на иглу. Это ни в коем случае нельзя делать. И у медицинских сестер должен быть выработан безопасный алгоритм, когда колпачок однократно снимается с иглы при распаковывании шприца, и колпачок должен быть сразу выброшен в отходы. Ни в коем случае его нельзя оставлять под рукой на рабочем столе, потому что машинально можно всегда взять и одеть колпачок на иглу. Необходимо обратить внимание на еще одно нарушение правила обеспечения безопасности инъекций, особенно при проведении вот этой кампании массовой вакцинации, особенно при использовании многодозных флаконов, при, так сказать, поточном методе иммунизации. Это нарушение сводится к предварительному набору и хранению вакцины в шприцах. Такая практика недопустима и может привести к постинъекционным гнойно-септическим осложнению. Вакцина, если она не упакована в шприц на предприятии, где выпускается вакцина, ни в коем случае не должна храниться в шприце. Перед проведением прививки вакцина набирается в шприц, и тут же вакцина вводится пациенту. А здесь вы видите не только предварительный набор шприц и вакцины, но еще и на каждом шприце надет колпачок, на иглу. Итак, вакцину нужно набирать шприц непосредственно перед инъекцией. Необходимостью массовой вакцинации против COVID-19 высветила давнюю проблему и пока не решенную проблему обеспечения системы вакцины-профилактики безопасным, удобным, современным инъекционным инструментарием. Как показывают факты, для внутримышечного введения взрослым пациентам дозы вакцины объемом полмиллилитра часто используются шприцы гораздо большего объема, двух-трехкубичные и съемные инъекционные иглы длиной более 35 миллиметров. При этом международные рекомендации свидетельствуют о том, что для внутримышечных инъекций достаточно использовать иглы длиной 25 миллиметров, а более длинные иглы рекомендуются только для тучных мужчин с массой тела более 118 килограммов или женщин с массой тела более 90 килограммов. С 2005 года по совместному заявлению Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН-ЮНИСЕФ для вакцинации рекомендуется применять только специальные самоблокирующиеся или еще их называют саморазрушающиеся СР-шприцы объемом 1 миллилитр и тонкой иглой длиной 25 миллиметров. Вы видите существенную разницу между обычными одноразовыми шприцами и СР-шприцами. В обычных шприцах игла съемная это также может приводить к различным нарушениям. В СР-шприцах игла интегрирована со шприцом и не допускается есть инженерная защита от повторного применения как самого шприца так и иглы. Внутри СР-шприца есть либо запирающее устройство, которое не позволяет повторно отводить поршень и проводить повторную инъекцию этим же шприцом, либо есть такая защита, когда после однократной инъекции поршень шприца ломается и уже второй раз этим же шприцом инъекцию проводить нельзя. Такие шприцы очень удобны для использования вакцин в многодозной расфасовке, поскольку при их применении исключается передозировка, так как шприц можно набрать только определенный объем вакцины. К сожалению, в России подобные шприцы до сих пор не производятся, но в утвержденной стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года планируется создать подобное производство. Однако и сейчас на российском рынке доступны разные модели шприцев, нужно только правильно организовать иммунизацию и медицинским организациям закупать эти шприцы, очень удобные для проведения вот именно кампании вакцинации, в том числе против COVID-19. В средствах массовых информаций сейчас можно увидеть много фотографий, демонстрирующих, как именно проводят прививку против COVID-19, в том числе, как проводится вакцинация медицинских работ. И, к сожалению, на многих фото мы видим распространенное нарушение правил обеспечения безопасности иммунизации. Пациент во время проведения прививки не должен стоять, поскольку возможна немедленная реакция и падение. Особенно сейчас, когда вакцинация проводится взрослому населению, когда у населения есть страхи от проведения инъекций, когда прививки проводятся взрослому населению, которое не привыкло к частым инъекциям и боится, иногда боится уколов. Кроме того, есть какой-то всегда преморбидный фон при проведении прививок взрослым, есть какие-то хронические заболевания. Всегда мы должны быть готовы к тому, что может возникнуть немедленная реакция на вакцинацию и даже простой обморок, что может привести к падению, пациента, к получению им травмы, и тогда, конечно же, вина за это целиком и полностью будет лежать на медицинским работниках. Вот на этих фотографиях вы видите правильную организацию вакцинации, вы видите, что при проведении прививки пациент находится в положении сидя, и именно при массовой иммунизации это удобно, а вообще, как и любую другую инъекцию, лучше проводить даже в положении пациента лежа. Это всегда более удобно для купирования возможных немедленных реакций при проведении инъекции. Любой инъекции, не только вакцины. Очень часто можно наблюдать и неправильную технику обработки инъекционного поля. Вы прекрасно видели неоднократно по телевизору как медицинский работник проводя тампоном с антисептиком вниз-вверх неоднократно даже по одному и тому же месту обрабатывает место инъекции. Это, естественно, неправильная техника. Она приводит к тому, что загрязненным тампоном проводится по уже обработанному участку. И такая техника может применяться только когда после первичной вот такой широкой обработки инъекционного поля будет применена более тщательная вторичная обработка вторым тампоном с антисептиком. Но при проведении массовых прививок такая вторая обработка, как правило, не проводится. Поэтому если используется однократный тампон однократного применения с антисептиком и лишь один тампон для обработки места инъекции лучше обрабатывать место инъекции по спирали от центра к периферии, постепенно захватывая все новые и новые участки загрязненной поверхности. Тогда мы исключаем возможность контаминации инъекционного поля и тем самым снижаем вероятность развития септических осложнений при проведении прививок. Очень важным моментом обеспечения безопасности иммунизации является техника проведения внутримышечной инъекции вакцины. Инъекционная игла должна входить в кожу строго перпендикулярно. Тогда нет риска того, что вакцина попадет в подкожную клетчатку и возникнет подкожный инфильтрат, то есть местная воспалительная реакция, которая потом впоследствии может и абсцидировать. Вот это неправильное проведение внутримышечной инъекции, вы видите, что игла вводится под углом поверхности кожи, под острым углом, что естественно не обеспечит глубокую внутримышечную инъекцию. вакцинат считаю необходимым обратить внимание на то, что в рекомендованном Минздравом стандартной процедуре техника внутримышечной инъекции вакцины описана не совсем точно. Фактически в процедуре заложена ошибка, которая может привести к нарушению стерильности при инъекции. Во-первых, это рекомендация туго натянуть кожу пациента в месте инъекции вместо того, чтобы делать крупную складку и проводить внутримышечную инъекцию в эту крупную мышечную складку, что обеспечит глубокое правильное ведение иглы. А вторая рекомендация ошибочная является рекомендация придерживать конюлю иглы указательным пальцем. Это может привести к нарушению стерильности инъекции ни в коем случае ни в какой части иглы нельзя касаться руками. Вот посмотрите пожалуйста. Рекомендация придерживать конюлю иглы указательным пальцем приводит к нарушению стерильности инъекции. И на данном фото очень четко видно это нарушение. В абсолютном большинстве случая при проведении инъекции левой рукой нужно делать мышечную складку и вводить иглу практически на всю длину глубоко внутримышечную. вот на этом фото на этих фото вы можете видеть правильную технику проведения внутримышечной инъекции дельтовидную мышцу. И обязательно нужно контролировать правильно ли медсестры делают инъекцию потому что даже самые опытные медицинские сестры в поликлиниках обслуживающие взрослые населения не совсем знакомы с техникой проведения инъекции с целью вакцинации. Они должны быть специально обучены медработники и обязательно проверять на практике применяют ли они полученные знания и правильно ли они проводят инъекцию с технической точки зрения. Должен быть выработан алгоритм правильной техники проведения инъекции. В конце 2020 года Всемирная организация здравоохранения разработала руководство по организации надзора за безопасностью вакцин против COVID-19 в котором представлены рекомендации как улучшить современные системы наблюдения за безопасностью вакцин именно применительно к вакцинам против COVID-19. В частности предусматривается повысить способность выявлять и реагировать на большое число случаев ПППИ в процессе проведения массовой вакцинации населения против COVID-19. Обязательно предусматривается возможность идентифицировать какая именно была вакцина введена, какого производителя, номер партии и должны быть другие четкие идентификаторы полученной вакцины, чтобы впоследствии отследить в пострегистрационных испытаниях реактогенность той или иной вакцины. Тем более, что сейчас их у нас несколько. Обязательно нужно обеспечить на пострегистрационном периоде наблюдение за вакцинированной когортой в течение не менее одного года, потому что могут быть отдаленные последствия применения вакцин. И эта рекомендация очень важна. И то, что она включена в рекомендации Всемирной организации здравоохранения, это абсолютно четко доказывает. Дальше нужно специально подготовить национальные комиссии по расследованию побочных проявлений после иммунизации, поскольку могут возникнуть новые проблемы с применениями новых вакцин, могут возникнуть проблемы с вакцинацией людей с сопутствующими заболеваниями, тем более, что вакцинация проводится среди взрослых, а опыта надзора за побочные проявления после иммунизации медицинских работников, обслуживающих взрослые населения, он, в общем-то, небольшой. Обязательно при проведении вакцинации против ковид этот опыт нужно всячески распространять, стимулировать и усиливать именно у медработников взрослых поликлиник. Далее, поскольку нужно охватить большие группы населения, взрослого населения, нужны соответствующие организационные формы работы. В частности, активно используются выездные формы, формы прививочных бригад, которые для рутинной иммунизации на практике обычно не так часто применяются. Обязательно необходим обмен информацией и координацией действий всех заинтересованных сторон, которые участвуют в этой массовой вакцинации. Для примера можно привести фармацевтические склады, которые хранят вакцину против ковид, производители, различных производителей вакцин против ковид. Вы видите, что они территориально расположены в разных регионах страны, поэтому координация действий всех заинтересованных сторон очень важна для оценки безопасности проводимых вакцинации. И обязательно нужны алгоритмы, нужны формы обмена информации, соответствующие утвержденные учетно-отчетные формы, которые должны заполняться при возникновении побочных проявлений после иммунизации. Для всех стран, внудряющих вакцинацию против ковид-19, Всемирная организация здравоохранения рекомендует усиление обычного пассивного наблюдения за побочными проявлениями, которые эта система функционирует и функционирует и в нашей стране, обязательно нужно фиксировать все побочные проявления, которые можно отнести к сигналам о нарушении безопасности иммунизации, а также обнаруживать все групповые случаи побочных проявлений после иммунизации или кластера. Затем нужно выявлять не только уже известные, но и потенциальные ПППИ, которые могут вызвать обеспокоенность населения. Для примера можно привести информацию о случаях нарушения свертываемости крови, которые, например, наблюдались за рубежом при применении некоторых вакцин против ковида. Обязательно должны быть запланированы и отработаны действия в ответ на любые побочные проявления связанные с вакциной против ковида. Этот алгоритм должен заранее быть утвержден и отработан, чтобы правильно работать с населением, чтобы эти случаи не приводили к срыву иммунизации компаний по иммунизации. Обязательно нужно проводить систематическую оценку причинно-следственной связи ПППИ и вакцинации, что поможет выявить побочные действия вакцин, тех вакцин, которые для нас являются новыми и которые находятся на стадии пострегистрационных испытаний. Затем нужно обучить медработников в плане работы с населением для поддержания доверия со стороны населения и обязательно нужно для медицинских работников разработать соответствующие учебные материалы, как правильно объяснять населению те или иные аспекты иммунопрофилактики COVID-19. И здесь, конечно, применительно к России на данном этапе вакцинации против COVID-19 с использованием новых вакцин очень важен надзор за побочными проявлениями после иммунизации, организация которого регламентирована методическими рекомендациями по выявлению расследования и профилактики утвержденных побочных проявлений после иммунизации. Эти рекомендации были утверждены Минздравом России в апреле 2019 года как раз накануне пандемии и, к сожалению, к началу пандемии эти рекомендации еще не в полной мере были внедрены в практическое здравоохранение, что, естественно, затруднило нам работу по отслеживанию побочных проявлений после иммунизации новыми вакцинами против COVID-19. И все серьезные случаи побочных проявлений после иммунизации должны быть зарегистрированы и тщательно расследованы для получения объективной информации о безопасности вакцин. Могу проинформировать о том, что в течение 2021 года по состоянию на 1 июня в Федеральную службу по надзору сель за защиты прав потребителей и благополучия человека поступила информация о 22 случаях серьезных побочных проявлений после иммунизации против COVID-19. Частота этих серьезных проявлений, то, что мы раньше называли постфакциональными осложнениями, может оцениваться как 1,8 на миллион введенных доз. Вы видите, что это очень редкие явления и они ни в коей мере не превышают по частоте то, что мы привыкли наблюдать в рамках рутинной иммунизации. В том числе было зарегистрировано 20 случаев после введения вакцины гам-ковид-вак и 2 случая после введения вакцины эпивак-корона. Донесения о случаях побочных проявлений поступили из разных субъектов федерации. Сведения о 13 случаях поступили в форме первичного донесения. В 9 случаях были представлены окончательные донесения или полные акты расследования случаев побочных проявлений. По предварительным диагнозам случаи распределились следующим образом. 3 случая это через 4-15 дней после первой прививки против COVID-19 возникла двусторонняя пневмония и подозрения на собственно COVID-19. В таких случаях было 4 после первой прививки гам-ковид-вак и один случай после эпивак-корона. И конечно же эти случаи обусловлены тем, что первая прививка проводилась уже в инкубационном периоде инфекции COVID-19. были зарегистрированы случаи анафилактического шока. 3 случая после введения вакцины гам-ковид-вак и один случай после вакцины эпивак-корона. Что еще раз говорит о необходимости настороженности и выполнении всех правил безопасности иммунизации при проведении вакцинации. Один случай отек к венки вернее наблюдались также аллергические осложнения отек к венки с аллергической сыпью или без нее таких случаев было 6. Аллергическая сыпь 3 случая острая полинейропатия зарегистрирована была в двух случаях и в одном случае по типу синдрома гиен-баре вы знаете что такого рода осложнения возникает и при введении педиатрических вакцин и это описано в инструкциях к вакцинам вот сейчас мы накапливаем данные по вакцинам против ковид-2 нуждаются еще в доказательстве причинно-следственной связи между введением вакцины против ковид это была вакцина гамм-ковид-2 и развитием вот этой полинейропатии в двух случаях получены только предварительные донесения и расследование продолжается федеральная служба ведет мониторинг накапливает эту информацию и будет доводить результаты анализа этой информации до сведений медработников в соответствующем установленном порядке и в результате результаты мониторинга безопасности иммунизации еще раз показывают необходимость как наблюдение за пациента в течение 30 минут после прививки поскольку возможны развития были случаи анафилактического шока так и необходимости наличия набора противошоковых средств и обучения медработников подчеркиваю медработников работающих со взрослым населением алгоритмом оказания экстренной помощи при развитии анафилактических реакций в утвержденных методических рекомендациях определен порядок межведомственного взаимодействия в рамках мониторинга за ППП и особенно это важно сейчас когда мы идем на пострегистрационный надзор за новыми вакцинами все результаты расследования должны поступать как в Минздрав так и в Роспотребнадзор и информация о серьезных случаях за год направляться будет в международный центр мониторинга безопасности лекарственных средств в Упселе Швеция от качества расследования напрямую зависит будут ли приняты меры по профилактике серьезных случаев ПППИ в будущем в частности после введения новых вакцин против COVID-19 что касается эпидемиологической эффективности отечественных вакцин против COVID-19 то на данный момент опубликованы только сведения по вакцине гамм-ковид-вак в известной статье в журнале Lancet сказано что по результатам трех фаз испытаний и сравнения с группой плацебо коэффициент эпидемиологической эффективности вакцины составил 91,6% это очень хороший результат поскольку Всемирная Организация Здравоохранения еще в начале пандемии говорила о том что вакцины будут против COVID-19 будут иметь целесообразность экономическую целесообразность к введению даже если их эффективность будет более чем 50% опубликован препринт о проведенном анализе уровня заболеваемости среди вакцинированных вакцины эпивак корона этот мониторинг этот анализ проводился по специально разработанному вопроснику среди заполнивших опросник 516 человек у 71 человека на вопрос был ли у вас установлен контакт с больным коронавирусной инфекцией после вакцинации 71 человек ответил положительно да был такой контакт из них у трех человек развелась клинически выраженная форма коронавирусной инфекции у 95% и 80% вакцинированных при установленном контакте с источником возбудителя коронавирусной инфекции заболевания не проявилась и не развилась и третья фаза испытаний вакцины эпивак корона она продолжается и данные об ее педагогической эффективности скорее всего будут опубликованы в ближайшие месяцы но на данный диагноз но сейчас в период оценки эффективности гамм ковид вак был этот период был с сентября по ноябрь и на него пришелся пик заболеваемости ковид 19 и поэтому оценить профилактическую эффективность гамм ковид вак представилось возможно сейчас заболеваемость несколько ниже чем была в тот период хотя отмечается ее некоторый рост поэтому оценка эпидемиологической эффективности двух других вакцин может занять несколько больше время однако будем надеяться что эпидэффективность остальных отечественных вакцин будет по меньшей мере не ниже чем у самой первой из них благодарю вас за внимание !